Рецепт приготовления датского хлеба на пиве. По данному рецепту хлеб получается с своеобразным и необычным вкусом. Для приготовления теста используется темное пиво, ржаная и пшеничная мюка, сахар и сухие дрожжи. Хлеб получается ароматным и очень вкусным. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. В теплой воде растворяем ложку сухих дрожжей с небольшим количеством муки и ч. ложки сахара. На 10-20 минут оставляем, пока не подымется дрожжевая шапка. Просеваем 2 раза ржаную и пшеничную муку. Добавив соль, смешиваем в миске. Опару выливаем в миску с мюкой и хорошо размешиваем. В муку укладем патоку. Добавляем пиво. 2. Тесто вымешиваем, пока оно не перестанет приставать к рукам и не будет крошиться. 3. В миску, смазанную водой, перекладываем тесто. Салфеткой накрываем. Часа на два ставим для подъема в теплое место. Миску с тестом можно поставить в горячую воду. Объем теста должен увеличиться в 2-3 раза. Обминаем еще раз тесто и ставим на подъем. 4. Из теста формируем буханку, умываем водой и кладем на противень. Вверх буханки местами накалываем вилкой или делаем крестообразный надрез. Тесто накрываем салфеткой и ждем, пока оно подойдет. Ставим на нижнюю полку прогретой духовки. Температура 220 градусов, выпекаем минут 40. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Перекладываем готовый хлеб на решетку. Смочив хлеб водой, накрываем салфеткой и даем остыть. Хлеб готов. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Дрожжей сухих, 1 чайная ложка. Пиво, 2-3 стакана. Мюки и пшеничный, 2 стакана. Сахар, половина чайных ложки. Мюки и ржаной, 3-4 стакана. Патока черная, 3 столовые ложки. Соли, 1 чайная ложка. Количество порций, 8. Не пропустите самые вкусные. Подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Жду снова и желаю вкусного дня.